Мы сегодня приехали к врачу, да? Что, Робик, наверное, приболел от нас, от всех, заразился. Давид же еще с соплями тоже ему постоянно носик-носик-носик делал, да? Скажи, у меня сопельки, кашель. Может, его на живот положить пока? Может, на животике полежит. Вообще, у нас сегодня должна была... Да, должна была быть прививка, не прививка, в общем, от ротовируса. Капельки должны были быть. Ну, теперь я не знаю, из-за того, что он приболел, наверное, мы делать не будем. Лучше перенесем. И здесь, кстати, с двух месяцев делается первая вот эта... Самая идет первая, это и от ротовируса. Я как вспомню, как я с Давидом мучилась, поэтому решили от ротовируса не сделать. Оно идет в три этапа. Не знаю, может быть, сейчас и в Украине у нас она тоже идет как одна из обязательных, но раньше не была с Давидом. В общем, здесь всегда, когда приходим к детскому врачу, нас... А, мне нечего подложить. Это... Да не, вон, кулак вон сосет. В общем, у нас всегда зовут в кабинет такой маленький. Здесь много кабинетов маленьких, то есть сразу детей разводят. А потом мы ждем вратя. Оно лежало, наверное, надавило. Вид такой красивый тут, кстати. Ну, я так думаю, она ничего не скажет, но хотя бы послушает его, потому что он подкашливает. Родненький, где там твой нос? Где твой нос, китюня? Ну, чаще всего он, потому что кашляет утром. Ну, и ночью у меня подкашливал. Чего тебе твой? Мы уже, кстати, на зиму утеплились. Купили такой... Я не знаю, как это называется. Ну, вообще, такой мешочек теплый. Для... Ну, и она для автокресла, и для обычной люльки. Потому что сам комбинезон у нас не очень теплый. А с этим получается очень даже тепло. Вышли мы уже от врача. В общем, не знаю, послушали его, все нормально. Она сказала... А что? Здоровье, пожалуйста. Ну, на возьми. Ну, она сказала, в принципе... О, солнышко входит какое-то. Если нету температуры, то можно делать эти капельки от ротовируса. Но мы не стали ничего делать. И плюс она сказала, что сейчас зимой идут вспышки заболеваний. Как мы думаем, это ОРВИ. А как она? Ну, это не совсем... Ладно, как называется? РСХАУ. РСХАУ. Они за меня смотрят очень многие, я знаю, из Германии. Мне всегда пишут то за прививки. Может быть, вы знаете. Ну, вы почитали, это как от респираторных заболеваний идет прививка, которые приводят, могут привести к пневмонии у новорожденных маленьких деток, у пожилых. И вообще она там понаписывала, что там пять в одном эти прививки. Нет, там сначала три таких-то... Это не... Они просто сами мешают. А, не сами мешают. Я еще хотела спросить. Ну, там она, наверное, расписала три везде, потом две в таком. Ну, роты вот это, видишь? Это роты, это корень, наверное, да? Роты, это от ротовируса. Ну, в общем, я вообще не хотела приивки делать, кроме ротовируса и кори, этой самой важной. В общем, будем думать. Идем за кофе и немножко погуляем. Тут такой у нас магазинчик есть интересный в городе. Но мы, так понимаем, это БУ товары. Или нет? В общем, здесь разные лего, животные. Но оно же без коробков. Ну, хотя это вот в городке. В общем, непонятно. И оно здесь именно работает очень редко. Здесь нужно звонить, если хочешь что-то купить. Вот прикольно тоже. Вот 62 евро. Это, наверное, новое. Это, наверное, не БУ, а новое, Тем, да? Вот там новые или БУшные? Да нифига себе 62 евро этот. Мне кажется, это новое. Вон, у нас даже где-то там солнышко проявляется. В магазинах тут уже вовсю готовятся к Новому году. Зашла просто позаглядывать. Какие прикольные шарики. Фушистые. Нам вроде шарики не нужны вновь в том году. Новые покупали. Ух ты. Камин. Видела в этом магазине скатерти на стол. Думаю, может быть, постелить нам. У нас же чисто белый стол. Или это уже прошлый век. А вон муж идет, сейчас спрошу. Такие есть. Вот такие. Новогодние. Слышишь, это как скатерть на стол, да? Смотри. Ты, я думаю, можешь взять нам постелить. Что, прошлый век уже? Вообще. Да че? Ну, да, не красиво будет. Не просто белое. Муж не разрешает. Коверной стену поверишь. Блин, столько всяких штучек прикольных. Хороший вообще магазин. Столько всего. У меня вообще еще нету сахарницы и для соли. Емкости. А, вот еще хочу посмотреть. Хотела новогодние кружечки. А еще очень часто на остановках, хотя это не остановка, да? Для остановка. Стоят, в общем, такие полочки с книгами, где можно бесплатно взять книжку. Ну, и типа принести назад, да? Здесь и детские. Да, и детские есть книжки. И взрослые. В общем, сюда, если книжку купил, прочитал, тебе некуда девать. Можно вынести, поставить на остановку. Кто-то ею воспользуется. Очень интересно, конечно. Сегодня будет экскурсия по нашему городу. А этот магазинчик здесь все... Что такое? А, ты не спрошу бросать. Здесь все вырубы из нашего региона. В общем, там и вино, и мед. В общем, мы даже ни разу сюда не заходили. Но тоже интересно. Масло. В общем, все, что производится. Вон, макароны, варенье. Все, что производится в нашем здесь регионе. Но, я так думаю, это все стоит, конечно, недешево. Вино. Я даже не знаю, что это такое. А, это хлеб замешивать. Готовая уже, наверное, собучая. Либо мука с чем-то. Потому что, вон, пицца. Там брод. Старый рецепт. Тоже вино. Это кому-то, если на сувенир купить, можно сюда прийти. А вот это, слышишь? Это, походу, ну, мука с чем-то уже смешана. Видишь? Это, типа, для хлеба, для пиццы, да? Или просто мука. Да, это мука уже готовая. Потому что, роген, это роген... А, короче, просто развести... Роген в рот. Развести этому коду. Сатай и виталий в рот, да? Ну, да. Видят хлеба. Интересно. Сколько живем, ни разу сюда даже не заходили. Мы сегодня целый день как-то в разъездах. В общем, погуляли мы, попили кофе, приехали домой, быстро поели и приехали вот за Давидом в школу. У Давида сегодня аушфлюк в школе. Поездка. Вроде бы как, они должны были смотреть на гоночные машины с классом ехать на целый день. То есть, они с утра выезжали, автобус заказывали. И вот сейчас 4 вечера только приехали назад. И получается, нашу бус, который довозит Давида... Что-то так хрюкает. Довозит Давида домой, получается. Он уже уехал, потому что он уезжает в 3.15, да? И другие детей тоже развозят, и Давида завозят. И, в общем, нам надо было ехать за Давидом. В общем, приехали. Жду Давида. Надеюсь, сейчас придет, посмотрим, радостный он будет, не радостный, понравилось ему или нет. Вон он мой ребенок. Кошмар расстегнутый, без шапки. Даша, они не с автобуса вышли. А, они только с автобуса вышли. Родненький. Привет, зайчик. Как дела? Тебе понравилось? А ты, а ну-ка, маме, самый главный вопрос. Ты на машине там сидел? Куда вы ездили? Они показали там фотки. Показали фотки? На, держи. А это... А нам не? Нам не пришлет фотку? Сейчас. Тём, на, пожалуйста, выпьем урод. Сейчас я знаю. Родненький. Так а что, он сидел на машине? Да, он там в шлеме сидел. А нам пришлют фотку? Я попросил, они по e-mail, да, походу, скинут. Давид, подожди. Не, повернись ко мне, глянь. Сейчас, Давид. О, вот. Так ты на такие гоночные машины смотрел? Да, дай, подожди. Ничего себе. Я, маме, чуть-чуть этот покажешь. Вот он, да? Ничего. А на какого цвета машине ты сидел, Давид? На белой? На жёлтой? Зелёной? На зелёной? Ничего. А, это этот, календарик. Календарик, типа, с машины. А ну, покажи. На полицейской. А, глянь, это прям его сразу напечатали фотку. Ух ты. По-моему, оно не дело. Ничего себе. Смотри, там йогурт ещё остался, да. Блин, Давид, а что ж ты не смотрел в кадр? Ну, как тебе понравилось? Прицепить назад тебе? Да, да. Это вот это. На, папа, прицепи. Это не надо, в курточку это давить. На, дави. А, ну да, ладно, в курточку не надо. На, держи просто. Ну, тебе понравилось? А ты кушал? Ну да, она говорит, ризик шпазг. Ну, бехап. Большой, что значит, третий? Да, очень было весело. Сейчас посмотрю, что ты там вообще поел, не поел. Ротик закрывай. Не, ну, говорит, немножко, конечно, осталось, но нормально. То есть, не, ну, я говорю, ну, конечно, все было. Обязательно прям все было съесть. В общем, Давид, ты классно время провел. Супер, понравилось тебе? Ну, вообще, так, фотка там даже у нас есть. Да. Да, вообще класс. Да, там нормально, там, короче, ну, две фотки, походу, все будет. Но одна, он, короче, сидит с бонщиком внутри него, он в шлеме, короче, типа. Так тебя катали там? Да. Ну, ходят. Лень, прикольно. Слушай, а можешь спросить учителя адрес? Может, мы бы так тоже съездили туда. И, а вторая с ихним, ну, то знаешь, как будто такой, одетый там, кушель, те, типа. Ну, как символ ихний, да, вот этот, вот, там, пляж, типа. Ну, да. С ним еще. Вот, ну, как, прикольно. Не, ну, классно. Язык где-где. Вот это тоже хорошо, все равно в таких школах, да, в специальных школах, то, что все равно нечасто, но я не знаю, сколько раз в год вот они куда-то ездят. Давай, Зайка, давай. Ты говорил там еще один? А? Еще раз проехали. Ты говорил, тетя? А? Один раз сегодня, а второй нельзя было? Все равно они вот куда-то ездят, социализация, в общем, интересно. Хотя здесь в Германии не только в таких специальных школах постоянные поездки куда-то. Здесь и в обычных школах дети на три дня едут просто в обычный какой-то, типа, отель, пансион, либо как живут там три дня без телефона. Вот у нас тоже знакомые, знаю. И у Давида будет. И у Давида будет вообще весной. Но я, ну, как бы, я еще не решила, поедет туда он или нет. Но вроде, ой, блин, я там куша заложила. Это, да, это от Вобика, да, это автокрест. На три дня, ну, наверное, на две ночи. Поездка тоже там как в пансионат. В общем, там, грубо говоря, ничего не делать, просто жить, гулять, да, есть. Но, опять же, для социализации, чтобы это как без родителей все было. Ну, я не знаю. Это, если бы, может быть, я с ним поехала. Ну, а так, я не знаю, мне страшно. Хотя, зная Давида, в прошлый раз он же ночевал в школе. Ну, как бы, ночевка в школе это одно. Плюс у нас тут непонятно с этой помощницей постоянные замены, незамены. Там у него был постоянный один человек в круглый год, и он ее уже знал. Она его знала, что надо ему. Ну, в общем, то еще до весны будет видно, но, блин, мне страшно. Вот, отпускать. Робик там спит, приехал за тобой, братик. Говорил, где Давид, где Давид? А Давид на машинах катался, да? Да, мам. Там вообще классный значок. Давай ты вот тут найдешь, на какой ты машине ездил, маме покажешь, давай. А ну-ка найди, маме, на какой ездил машине. На зеленой, ты говоришь? Вы сначала, Давид, наверное, смотрели представление, как они катаются, да, машины? Ё-моё, это что ты тут делаешь, Давид? Готовишь? Пирог будешь печь? Давай высыпай с папой, да? Вот это да. Давай, 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 давай. Все, резко высыпай. Переклоняй. Только я всегда четыре яйца, а не три, а четыре использую. Будет яблочный пирог. Ты вчера еще яблоки начистил, ротик закрывай. Давай, сразу нюху насыпем и уберем это все. Своей чистилкой, да? Давай. Ё-моё. Вот это да. Вот это событие. Не-не, о-о-о, понятно. Ну ничего страшного. Папка чадит, Давид? Да-да. Мы можем удавить вот раз. Ой, блин. Высыпать. Куда высыпать, Тём? А, подожди еще. Ничего страшного, оно все перемешается. Нет, надо взбить яйца с сахаром, хорошо. Давай, Давид, сейчас я приду еще поснимать. Что тут наша китюня маленькая? А китюня наша маленькая тут лизит. Привет, ты лежишь? Привет. Ё-моё, ты выспался? Вот он в машине, в автолюльке спит хорошо, да? Хоть каждый вечер тебя вози там. А еще нам пришла посылочка тут с вещами. Это я Робику брала уже на побольше размер, на 68-й. То есть сейчас мы носим 62-й. И это все вещи БУ. Здесь, в Германии, очень часто, да, мы вот всю мебель покупаем БУ, и она, в принципе, в хорошем состоянии. Также точно детские вещи. Поначалу я не брала все, покупала новое, но он так быстро из всего вырастает, что, допустим, вот кое-что я беру новое. Вот, допустим, мы купили, надо померить новогодний такой костюмчик в фэмили магазине. Но, допустим, один этот костюмчик стоит 13,99. Нет, 12,99, да? 13 евро. Бодик и комбинезончик. А вот эта вот целая коробочка маленькая мне обошлась в 22 евро. Это вместе с доставкой. Доставка 4 евро. В общем, такой костюмчик. Родненький, рассказывай, что мама тебе купила. Двое штанишек. Такие, такие. Вот оно все вообще в очень-очень хорошем состоянии. Ничего не застирано, потому что дети не едят в этом возрасте. Кофточки. Такая кофточка. Вот такая тоже новогодняя. Но это он уже будет, наверное, 6 месяцев носить. Но ничего, будет такая новогодняя. Потом такая кофточка. Родненький, мама показывает твою одежду. Вот это веселье, да? Что еще у нас? Потом такая вот теплая кардиганчик. Вот сейчас даже в Цеунда или Ванчендему такая вот одна будет стоить 20 евро. Потом вот такой комбинезончик тоже тепленький. И два человечка. Вот, два человечка, допустим, я покупала Робику. Два человечка 62-го размера за 18 евро в Цеунда. Ну, то есть. И он на замочке, это очень удобно. И один на замочке. А этот, не помню, этот на кнопочках. Но на замочке мне больше нравится. И этот с закрытыми ножками, этот с открытыми. Но, опять же, с открытыми. Лучше брать с открытыми. Что там мама, скажи, рассказывает? Потому что, когда уже будет ползать, в общем, чтобы легче. Но я использую вот эти вот человечки на ночь. А вообще так мне нравится пользоваться просто бодиками с длинными рукавами. И либо ползунками, либо штанишками. Вот. Так что, уже на 6 месяцев немного одежды есть. Понятно, я что-то буду и новое покупать. Ну, как бы, я считаю, что это нормально. Ой, ты красный, мой золотой. Да, и вот это вот нам нужно померить. Это на 62 размер. Это вот сейчас на декабрь. Да, зайка? Мы уже побывали у логопеда. Сегодня целый день, скажи, на улице сплю. В коляске. Не дают мне поплакать даже, да? Сейчас пойдем смотреть, что там Давид с папкой готовит. Вот так стабильно заканчивается. Наш день. Без 20.12 уже время. Я сижу за компьютером, видео монтирую. А муж стабильно держит Рубика час-полтора. Перед тем, как его переложить на ночной сон. Иначе он сам вообще отказывается лежать и спать. И, кстати, вот такая вот шарлотка получилась. Очень воздушная, пышная. Очень хорошо поднялась. И мы уже съели четвертую часть. Так что, спасибо всем за просмотр. Всех целуем. Всем пока-пока.